Товары ручной работы с каждым годом набирают популярность. На замену штампованной фабричной продукции приходят эксклюзивные дизайнерские вещицы. Мы узнали, как из брикета глины рождаются самые разные авторские изделия. Душа требовала творчества еще с самого детства. После учебы в политехе Юлии надоело выполнять ограниченные технические задания. И тогда она решила, что хочет изготавливать персональные изделия своими руками, причем именно ее авторство. Я вообще не думала, что можно быть примером, тем же архитектором. А когда меня бабушка моя вдохновляла разными художниками, композиторами, то мне казалось, что есть какой-то мой маленький мир, потом растет бесконечная бетонная стена, заборы бесконечной длины, а за ним весь тот красочный мир, и это просто другая жизнь. И только лишь, когда я уже выросла, я подумала, а я же все-таки хочу. Процесс создания любого изделия – это трудоемкое занятие, которое требует не только специальных знаний, но и терпения и особого подхода. По части этой керамики мне интересно ее делать руками, и чтобы все эти наши элементы, они были живые и такие немного корявые, выпуклые в определенной форме, но чтобы они были… Я не хочу делать штамповку. Это вылеплены каждое изделие отдельно, прошедшим процесс высыхания естественным путем. Занимайтесь этим, и не живите ничем другим. Как это… Делайте только то, что вам нравится. После высыхания фигурка отправляется в специальную печь, где около суток доходит до готовности при температуре до 1000 градусов. В таком виде изделие готово к нанесению цветной глазури. И это еще не конец. После росписи фигурка снова отправляется в печь. Ни один этап не терпит ошибок, объясняет Юлия. Глина. Ну, мало того, что она должна быть изначально правильной консистенцией, напитана водой и так, чтобы немного. Если там будет малейший пузырек воздуха, и он попадет в бусину, то при нагревании воздух расширяется, и бусина взорвется. С увлечением девушки ей помогает ее партнер Евгений. Юлия считает, что без сильного мужского плеча сложно полноценно освоить подобное ремесло. На этапе реализации, иногда и создания, придумывания. По моей части больше производственные процессы и все, что за этим следует. Логистика, различные экономические, юридические, наверное. Сделайте работой свое хобби, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Этого кредо придерживается Юлия. Девушка уверена, что абсолютно любое дело можно сделать прибыльным и уникальным. Стоит лишь посвятить этому 100% времени и всю свою энергию. Сейчас у Юлии собственная галерея и свой бренд хендмейд изделий, которые пользуются спросом не только в Одессе, но и за рубежом. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».